Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа Якутск Сегодня. В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов. На календаре 14 октября, четверг, и сегодня мы поговорим об актуальном, о вакцинации и сезонных заболеваниях. Ведь каждая осень это эпидемиологически опасный период. В поликлиниках начинается проведение вакцинации, вокруг которой в наше время так много споров. Так ли нужно защищать себя и свою семью от заболеваний подобным образом? Сегодня мы развеем мифы о вакцинации. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашему гостю. Телефон студии прежней 320-066-3211-66, а также у нас работает ватсап номер 8-964-428-8818. Итак, сегодня мы говорим о вакцинации и сезонных заболеваниях. И отвечать на наши вопросы, развеивать все мифы об этом будет исполняющий обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии, врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Марии Васильевы. Добрый день, Мария Максимовна. Говорят о вакцинации и сезонных заболеваниях. Что мы конкретно имеем в виду? Какие это заболевания? Когда мы говорим о сезонных заболеваниях, первое, что приходит нам в голову, это сезонные простуды, ОРВИ, сопровождающиеся стандартным набором катаральных явлений, там насморк, головная боль, повышение температуры. Это все их объединяет. Туда входит и грипп, и новая коронавирусная инфекция, и другие инфекции. Что такое сезонность? С эпидемиологической точки зрения это цикличность процесса. Мы можем предугадать, что он произойдет. Цикличность свойственна не только ОРВИ и гриппу. Цикличность свойственна и, например, кишечным инфекциям в летний период времени. Осенью, конечно, мы ждем острых респираторных вирусных инфекций. Получается, что кишечные заболевания это тоже сезонные заболевания? Да, для всех инфекций есть сезонные заболевания. А вообще, почему грипп, ОРВИ, так называемая простуда чаще всего возникает именно в осенний и весенний период? С чем это связано? С изменением климата? С тем, что мы развиваемся быстрее, чем надо? Да. Ни для кого не секрет, что осенью и весной наш иммунитет спадает. Мы более восприимчивы к любым инфекциям. И также это связано с формированием коллективов не только детских в детских садах и школах, но и взрослых. Это в вузах и на работе. То есть начинаем общаться с большим количеством людей. Да, и плюс спад иммунитета. Ага. Ну, сезонные заболевания, это в первую очередь грипп и, конечно же, это вакцинация. Существует миф, что бесплатно государство предлагает только самые дешевые и неэффективные вакцины против гриппа. Правда ли это? Это миф. Это миф. Вы сами подчеркнули, что это миф. Это только для нашего населения. Вакцинация является бесплатной. А для государства это огромная статья расходов ежегодная, которая с каждым годом увеличивается. Все вакцины, зарегистрированные для применения в нашей стране, прошли все клинические испытания. Ну, вот вакцину от гриппа, допустим, ставят уже более 50 лет. Ей привили уже много миллионов людей. Она доказала свою эффективность в прошедших сезонах. Но есть ли все-таки разница между вакциной отечественной и импортной? Какой же ставить? Люди выбирают, стоят перед таким выбором. У нашего населения есть выбор. Это отлично, что есть. Вы можете поставить как отечественную, так и импортную. То есть разницы нет? Разница может есть в степени очистки. Но эффект, получаемый, что от вакцинации отечественными, что импортными, один. Это выработка иммунитета. А можно ли заболеть после прививки? Может ли вакцина не сработать? Заболеть от прививки невозможно. Если мы говорим сейчас о гриппе. Для гриппа сейчас используются только инотивированные вакцины. Инотивированные, то есть вакцины, лишенные возможности размножаться. То есть наша иммунная система знакомится с вирусом, но сам вирус внутриклеточно не проникает и не вызывает заболевания. Что касается коронавирусных, то там вообще убитые вакцины. Об этом мы поговорим чуть позже. Но все-таки я хочу вспомнить и напомнить вам такие случаи, что когда поставишь вакцину против гриппа, в этот же день поднимается температура до 37, как-то такая вялость, не очень хорошо себя чувствуешь. Это нормально или вообще это что? Да, это стандартная прогнозируемая постварцинальная реакция нашего иммунитета. Если у вас повышается температура, если у вас в месте введения инъекции болит или возникает небольшая припухлость, это нормально, и все должно пройти примерно в первые три дня. То есть бояться и беспокоиться не о чем, да? Беспокоиться только если больше трех дней сохраняется температура. Тогда нужно уже обращаться к врачу. Друзья, вы не забывайте, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32-0066-3211-66. Также работает WhatsApp номер 8-964-428-88-18. Сегодня мы говорим о вакцинации и сезонных заболеваниях, о ковиде. Мы обязательно поговорим, но чуточку попозже. Ага, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Добрый день. День добрый. Мы вас слушаем. Вот я уже переболел, вот нас речили там гормональными, еще какими-то уколами. По телевизору я уже выписывался, спасибо. А вот по телевизору уже предлагают лекарства, которые нас лечили. Это просто так, как это, закупорили болезнь, да? А вот сейчас уже предлагают спекулярской ценой. Пять с половиной тысяч. Это не афера? Так, давайте ответим на этот вопрос. Это не афера ли, когда вот предлагают такие лекарства? Я так понимаю, речь идет о новой коронавирусной инфекции. Человек переболел, вылечился, и сейчас где-то продаются какие-то лекарства. Я не рекомендую покупать лекарства у перекупщиков, потому что они не несут никакой ответственности за последствия. Лекарство может не сработать. Или покупайте в аптеке у официальных представителей, либо те лекарства, которые предоставляет сама поликлиника ваша. Исключительно только по назначению врача. Не заниматься самолечением. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Да, говорите. Пожалуйста, я вот после шести месяцев третью вакцины получила, да? Я старая. И против гриппа я должна получить. Я хотела, но я думаю, что после перевыкновения еще это добавить. Боюсь. А? Как вы думаете? Ага, спасибо за вопрос очень хороший. Я, кстати, планировала его задать. Прежде всего, надо отдать вам должное, вы молодцы, что вы ревакцинировались после шести месяцев от полной вакцинации. Так как новая коронавирусная инфекция и вирус гриппа – это абсолютно разные инфекционные начала, разумеется, от гриппа нужно вакцинироваться, но надо помнить, что срок между ревакцинацией от новой коронавирусной инфекцией должен составлять не менее одного месяца. То есть через месяц вы можете поставить вакцину от гриппа. А если ревакцинации еще не было, вот первичная только вакцина, прививка от ковида, то есть нужно тоже выдержать один месяц и после нее поставить уже прививку от гриппа. Все верно. Но по рекомендациям, которые давали нам Роспотребнадзор республики, если вы ранее привиты от новой коронавирусной инфекции, то есть у вас уже какая-то защита есть в крови, то сначала мы ставим прививку от гриппа, потому что у нас сейчас защиты от нее никакой нет, и через месяц ставим ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. А вообще, каков срок действия прививки против гриппа? Некоторые говорят, что три года, и получается, что каждый год вакцинироваться против гриппа не надо. Это так или это опять же миф? Это миф. То есть все-таки каждый год? Каждый год мы вакцинируемся от гриппа, так как он, как любая респираторная инфекция, изменчив. Он меняет свои антигенные структуры, и ежегодно Всемирная организация здравоохранения за этим следит и выпускает небольшие, то есть вносит небольшие коррективы в состав вакцин от гриппа. Поэтому вакцинироваться нужно каждый год. А нет смысла делать прививку за несколько месяцев до наступления зимы или нет? Вообще, в какой период нужно ставить вакцину против гриппа? Ну давайте, сам эпид сезона гриппа, ой, то есть гриппа, начинается с конца августа, начала сентября и продолжается весь март, и даже может этот хвост, так называемый, затронуть начало апреля. То есть получается в этот период? В этот период он активно циркулирует среди людей. Начинать вакцинацию, конечно, лучше примерно в сентябре-октябре, сейчас самое подходящее время, но никогда не поздно получить вакцину, потому что она действует достаточно быстро, после вакцинации уже через неделю обнаруживается там первое антитела, но через три недели уже есть защитный титр антител, вы можете привиться даже в декабре. А если, кстати, в этот период между, например, я переболела весной, вот сейчас, допустим, в октябре гриппом, и какой-то период между болезнью и вакциной, он должен быть, сколько должен быть он? Месяц опять же или две недели? Или можно сразу после как-то выздоровел, пошел и поставить прививку? Для всех вакцин есть период две недели после острого какого-то заболевания. Не только острого респираторного, но и обострение какого-то хронического заболевания. Допустим, у вас хронический гастрит, у вас было обострение, через две недели уже смело можно идти прививаться. Ага, нужно запомнить две недели. Что входит в состав вакцины против гриппа? Ну, простыми словами. Давайте простыми словами. Все вакцины против гриппа делятся на принципиальные две группы. Содержащий консервант и не содержащий консервант. Содержащий консервант мы ставим взрослому населению, и детям, уже начиная со школы. Детям дошкольного периода, беременным женщинам, мы ставим несодержащий консервант. И в сам состав вакцины входят антигены, которым вырабатываются антитела. Мы уже все знаем про антитела. А я еще слышала про какой-то белок, на который может быть аллергия. Да, все вакцины от гриппа выращивают на курином белке. Ага, в этом случае. Вот если у человека аллергия, все-таки, да, на этот компонент, вот как ему быть в этой ситуации? То это прямое противопоказание к вакцинации. То есть он вообще никакую вакцину против гриппа не может себе поставить? Не может. И вот именно вот такие люди, у кого есть аллергические реакции на куриный белок, внесены в эти 5%, которые мы можем себе позволить. То есть для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет от гриппа, нам нужно вакцинировать 95% людей. И вот эти 5% тех, кто не может получить. Все понятно. А когда вырабатывается иммунитет? Вот с момента вакцинации сколько должно пройти дней или, может быть, недель, чтобы вот я была уверена, да, у меня иммунитет. Иммунитет уже будет сформирован через 3 недели. Первые антитела, вот я уже сказала, через неделю уже появляются. Нужно ли как-то беречься вот в этот период в течение 3 недель? Носить маски, сидеть дома, меньше общаться с людьми. Ну, вообще сейчас у нас очень неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вообще в мире. Пандемия, новые коронавирусные инфекции. Носите маски всегда в общественных местах. Дорогие друзья, не забывайте, что мы сегодня говорим о сезонных заболеваниях и вакцинации. Тему ковида мы в нынешнем выпуске обязательно затронем. Мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию. Телефон прежний 320066-321166. Также мы принимаем ваши вопросы по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Пишите туда, если вы стесняетесь, например, позвонить. Обязательно зачитаем все ваши вопросы. Сегодня у нас в студии врач-эпидемиолог Мария Васильева. Сейчас реклама. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Вопрос сезонной вакцинации в 2021-2022 годах встал особенно остро. Разбираемся, кому, где, как и зачем нужно делать прививку от гриппа без негативных последствий для здоровья. У нас сегодня в студии исполняющая обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии, врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Мария Васильева. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам и задавайте свои вопросы. Мария Максимовна, скажите, а каковы противопоказания против вакцины, вакцины против гриппа? Кому еще нельзя ставить эту прививку? У кого-то аллергия на куриный белок. А еще вот что за люди это? Кому нельзя ставить? Мы не ставим вакцину тем, кто имеет какие-то аллергические реакции к компонентам вакцины. Либо имеют тяжелые аллергические реакции после предыдущих вакцинаций. Обычно люди об этом знают. Это бывают и трехдневные температуры, допустим. Мы им не ставим уже. А вообще можно ли приобрести вакцину самостоятельно и прийти с ней к врачу? Нет. Я вам сейчас поясню. От производства до процедурного кабинета, где нам ставят вакцинацию, идет очень строгая холодовая цепь. Вакцина должна перетранспортироваться, храниться в определенных условиях. Мы не можем ее купить, положить в сумку и пойти поставить где-то. Ее нужно исключительно хранить в термоконтейнерах, в холодильниках. Это исключено. Поэтому этим лучше не заниматься. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Вот недавно по телевизору показывали у Попов, кажется, по Первому каналу, что продаются лекарства от ковида 5,5 тысяч. Так какой тогда колодцы нам? То, которое предлагаете вы, или то, которое сейчас в аптеках по 5,5 тысяч? Ну, спасибо, вы звонили нам с этим же вопросом, мы вам ответили. Все лекарства назначает только лечащий врач. Да. И только по рецепту все приобретается. А безопасно ли прививаться в мобильных пунктах? Какие могут быть риски? Или все-таки нужно в специальных отведенных местах, диспансерах, поликлиниках? Мобильные пункты уже довольно давно используются. Все они проходят санэпид-заключения. И это абсолютно безопасно. Там соблюдается санитарно-эпидемиологический режим. И вот та самая холодовая цепь. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите. Почему настаивать на ревакцинации? Одного раза разве не хватит? И усиленно говорят, что усиленно вакцинируют страны третьего мира. Например, Африку усиленно. Как будто путем ревакцинации не превратимся мы в кроликах. Одного раза хватит же. Спасибо вам за звонок. Как показало время, со временем наш иммунитет ослабевает. И ему нужно получить еще одну дозу вакцины, чтобы быть готовым противостоять встрече с новой коронавирусной инфекцией, если это произойдет. То есть это как дополнительная мера. И ввиду того, что у нас достаточно маленький охват вакцинации и не достигнут активный иммунитет, поэтому Всемирной организации здравоохранения было принято решение, что мы будем ревакцинироваться каждые полгода. И это не влечет за собой никаких последствий. Мы не превратимся ни в кого. Они полностью безопасны. То есть, получается, первая ревакцинация идет через полгода, следующая тоже через полгода. Ну и там дальше как? Ну, ВОЗ решит, да? Да. Если будет благоприятная ситуация, то, наверное, отменится. Потому что в инструкции к вакцинации, вот, допустим, спутник ВИГАМ, ковид-вак, было изначально сказано, что срок годности вакцины два года. То есть в следующий раз вы должны были получить через два года. Но также ситуация у нас очень напряженная. Заболеваемость растет. Как раз вот она еще сезонная. Сейчас осень у нас еще больше больных появилась. Мы всех ревакцинируем. А есть ли разница вот между тем, чем именно вакцинироваться и ревакцинироваться? Например, я слышала, что если я поставила прививку в спутник ВИГАМ, то, ну, двухкомпонентную, да, то через полгода я должна поставить и могу спутник ЛАЙТ. Или все-таки опять же двухкомпонентную. Или другую вообще совсем вот можно поставить. Если вы привились двумя компонентами спутник ВИГАМ или вы переболели и прошло полгода, то, согласно инструкции, вы можете получить только одну дозу, это спутник ЛАЙТ. Спутник ЛАЙТ представляет из себя первую дозу гамм-ковид-вак, то есть спутника ВИГАМ. Но это абсолютно ваше право, вы можете заново получить две дозы спутника ВИГАМ. Это никак не… Мы не можем вам противостоять. А нет ли такого, что если второй раз я получу так же двухкомпонентную, значит, я буду больше защищена от вируса? Или это всё в голове, это психосоматика? Как вы думаете? Ну, как показало исследование, мы не можем им никак противоречить, что спутника ЛАЙТа достаточно. То есть можно и то, и то ставить. Да, но для собственного успокоения, допустим, давайте поговорить о себе, да. Я буду ставить спутник ВИГАМ второй раз. Двухкомпонентную. Двухкомпонентную, как и многие мои коллеги-эпидемиологи. Хотя, в принципе, достаточно спутника ЛАЙТ. Наверное, всё-таки в голове. Да, это всё в голове. Вот и плавно мы перешли к теме коронавируса. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы. Тема достаточно актуальная, острая, щекотливая. 32 0066, 32 1166. И задавайте вопросы по нашему WhatsApp номеру. К нам поступили уже вопросы. Я вижу от наших телезрителей. Телезрители пишут. Важно ли перед вакцинацией и ревакцинацией сдавать анализ на COVID? И какой лучше, ПЦР или ИФА? Вдруг есть скрытая форма вируса? Тогда прививка опасна? Да? Вот такой вот вопрос поступил. Перед ревакцинацией не нужно сдавать точный анализ ИФА, так как нет определенного уровня защитного титра антител. То есть мы не можем сказать, что если у вас 10 единиц, то вы защищены и можно отложить. Это ни о чём не говорит. Это больше только клинический лабораторный анализ, подтверждающий, что ваша иммунная система отвечает на вакцинацию. То есть антитела ни о чём не говорят. Нужно сдавать ПЦР тогда? ПЦР тоже спорно. Если вы были в контакте с заболевшим COVID, то следует отложить вакцинацию на 2 недели. Если же вы чувствовали какое-то недомогание, то в таких случаях можно сдать ПЦР, но вообще в рекомендациях нет ни ИФА, ни ПЦР. Можно идти ставить смело. А если, допустим, всё-таки антитела у меня достаточно много, но все настаивают на вакцинации, работа та же, родные, близкие, в этом случае надо ставить? Надо. Всё равно надо? Да. Хотя антител много. Это очень спорный вопрос, субъективный. Что вы подразумеваете под много? Ну, например, 17. 17 – это хороший уровень антител, но всё равно мы назначаем ревакцинацию. В студии у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, слушали меня? Да-да-да, мы вас слушаем. Говорите, задавайте свой вопрос. Так, вот я сначала спутник ВИИ получал, а потом ревакцинировался спутником Лайка, а потом, так, ради двух. И получается вот такая ситуация. Потом я заболел, у меня ПЦР положительный был, и две недели я лечился, а теперь всё вылетел, ПЦР отрицательный. А у меня вопрос такой, можно ли это простой грипп, ну, вакцинированная привыкка от простого гриппа не получать? Просто этим хватит. Вакцинировался, ревакцинировался. Спасибо за вопрос. Мы на него уже почти отвечали, да? Да. Это абсолютно две разные болезни. И поэтому вакцинироваться от гриппа стоит? Обязательно. И чтобы с момента ревакцинации против ковид прошёл один месяц, да? Чтобы вот этот промежуток оставался? Нет, наш слушатель, он ревакцинировался, потом ещё заболел. Ага. И после отрицательного ПЦР нужно отсчитать месяц. Месяц. Ну, перестраховаться и поставить грипп. Привыкку от гриппа. Так, ещё у нас один ватсап-номер. Ой, ватсап-вопрос. Вопрос телезрителей, радиослушатель пишут. Как вы считаете, препараты бетукладин и биферин, БАДы от ковид, действительно могут помочь при лечении и профилактике ковид? Вот такой вот вопрос. Я врач-эпидемиолог, врач доказательной медицины. Отношусь к биологически активным добавкам очень скептически, потому что это не лекарственные препараты. Но если в будущем будет оказана их эффективность, то это будет прорыв и принесёт много пользы. Но вообще я не могу ничего сказать, как ты их оценишь. А вообще вот тем людям, которые недавно перенесли ковид-19, какие, может быть, витамины вы порекомендуете, чтобы быстрее восстановиться после болезни? Я, например, когда болела, это было почти год назад, нам активно советовали цинк пить, витамин С. Я вот это всё пропила, и омегу пропила, всё, что можно и нужно было. Я на тот момент пропила. Ну, не знаю, помогло это или нет. Восстановление после новой коронавирусной инфекции может занять достаточно длительный промежуток времени. У кого-то недели, у кого-то даже месяцы. И единственный путь – это сбалансированное питание, насыщенное поливитаминами. Но такого же какого-то стандарта, что вы должны принимать определённые витамины, его нет. То есть нужно всё равно для убедительности сдать анализ на гормоны, может быть, чтобы быть уверенным, какие именно препараты нужно пить. Я права или нет? Нет, витамины вы можете смело принимать, потому что… А как защитить себя и своих родных в семье, если вот один человек больной ковид? У них, у других членов семьи ПЦР отрицательнее. Вот в этом случае как защитить себя? Что-то тоже принимать, витамины какие-то, или ограничить общение, полностью изолироваться? Да, одним из принципов эпидемиологии является разрыв механизма передач. Механизм передачи у нас аэрозольный, то есть путём прямого контакта. Мы должны его изолировать по возможности одного в квартире, если невозможно, одного в комнате. И соблюдать стандартные правила эпидемиологической безопасности, носить маски как здоровым членам семьи, так и заболевшему. Постоянная гигиена рук. И обычно назначаются противовирусные препараты с профилактической целью. Тикрокарбидол, гриппферон. Кстати, насчёт масок у нас поступил вопрос, с какой стороны носить маску со светлой или с тёмной стороны? Как будет правильнее всего? Это очень частый вопрос. Носить надо цветной стороной наружу. Потому что надо помнить, что цветная сторона, вот голубая, они бывают и чёрные, и розовые, это водоотталкивающая часть, а к лицу обычно идёт белая часть, она фильтрующая. То есть светлая сторона, она должна быть к лицу. А, я наоборот носила, если честно. Так, какие рекомендации больным после ковид? Отличаются ли они по возрастной группе? Тоже спрашивают радиослушатели. Рекомендации одни. Это дыхательная гимнастия, про большее бывать в свежем воздухе, тоже питание, витамины. Друзья, мы продолжаем говорить о вакцинации и сезонных заболеваниях. Ведь осень, а значит, близится сезонный подъём заболеваемости гриппом. Ну и, конечно же, коронавирус никто не отменял. У нас в студии Мария Васильева, врач-эпидемиолог. Мы продолжаем говорить о вакцинации. Телефон студии прежний, 32 0066, 32 1166. Звоните, задавайте вопросы. Так, у нас ещё один ватсап вопрос пришёл. Пока во время рекламы. Так, спрашивают. Ребёнок переболел ковид, прошёл месяц после выздоровления, а последствия замечаются до сих пор. Плохо спит, вялость, кожа стала очень сухой. Его это беспокоит. Как помочь восстановиться? Постковидные осложнения, как мы уже ранее говорили, могут сохраняться довольно долго. И помощь только симптоматическая. То есть, если у вас сухость кожи, то это смазывать лосьонами, например, бипонтен. Если плохой сон, то давать какие-то успокоивающие чаи. Но какого-то конкретного лечения, постковидного синдрома нет. Так, у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я из Капстоновской интерната, да? Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, говорите. Вот моя жена три раза инсультом. Третий раз инсультом завалил, да? Завалила, да? Да? Ага. Она, а потом, вот, вчера или через четыре дня она заболела, это, как называется? Коронавирусом, да, заболела? Коронавирусом заболела. Вообще у него черти нормально. А одна сторона вообще умер. Инсультом на этой, на койке лежит, да? И ее отправили в больницу. Она лечится? Э, лечь? Лечиться будет или нет коронавирусом? Угу. Ну вот такой вот тяжелый вопрос. В этом случае лечение оно будет? И каким образом оно будет проходить? Лечение, разумеется, будет. Очень хорошо, что ее госпитализировали, и она находится под наблюдением врачей. Потому что такие пожилые больные с инсультами в анамнезе, они вызывают наибольшую настороженность для нас, и важно наличие реанимации рядом, чтобы в случае чего человека можно было подключить и к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение, да. Зачастую инсульты случаются на фоне гипертонической болезни и сгущения крови, то есть тромбозов, допустим, закупоривания сосудов мозга. Как раз во время коронавирусной, лечения коронавирусной инфекции мы разжижаем кровь гепарином, и, в принципе, риск инсульта снижается. Но лечат, как и всех больных, по стандартной схеме, по клиническим рекомендациям. Спасибо за ответ. У нас в студии еще один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. У меня вопросы. Это, когда человек амбулаторно лечится, да, после ковида, какое лекарство назначают? Только одно нам выдали. Перетин. Перетин лекарств, которые бесплатно выдают. А какое вам выдали лекарство? Не помните? Одно только, что-то там написано проимукно. Мария Максимовна. Прежде всего, надо сказать, что против новой коронавирусной инфекции нет патогенетического лекарства. То есть лечение, в принципе, является симптоматическим. Это дыхательная поддержка, разжижение крови и других каких-то симптомов. Поликлиника назначает лекарство согласно положению, клиническим рекомендациям. И я думаю, что ваш лечащий врач, оценив вашу ситуацию, назначил вам необходимый набор лекарственных препаратов. Так, по поводу лекарств я хотела вам задать вопрос, но чуть попозже. У нас новый телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день, говорите. Хочу задать вопрос врачу-эпидемиологу. Я включил телевизор, может, был уже вопрос. Я хочу узнать, когда здесь создадут в России инактивированную вакцину против коронавируса или спрей для носа против коронавируса. Так, вы поняли вопрос. Да, все зарегистрированные вакцины являются у нас убитыми и, ну, то есть инактивированными. Даже инактивированные – это более такие живые, то есть лишенные возможности размножения. А вакцины от новой коронавирусной инфекции, они все убитые и, более того, раздроблены на фрагменты. То есть от вакцинации от COVID заболеть невозможно. Ни при каких условиях. А вот эти вот симптомы, которые возникают после вакцины, вот эта температура, ломка, они возникают и после вакцинации от гриппа. Это реакция нашего организма на введение как бы чужеродного вещества. Это в норме? Это в норме. В норме до трех дней. Если сохраняются симптомы свыше трех дней, то следует вызвать участкового терапевта, чтобы зафиксировать. Насчет спрея для носа, кстати. Идут клинические испытания, что такая вакцина в будущем имеет место быть. Но пока все вакцины у нас путем введения дельтовидной мышцы, инъекции. Кстати, насчет лекарств. Вот год назад, когда я болела, всем давали бесплатные лекарства. Плаквинил, по-моему, он так назывался. Это протималерийная, да? Сейчас вот схема лечения, она изменилась. Что сейчас вы даете больным ковидам? Схема лечения меняется достаточно часто. Клинические рекомендации уже вышло 12. Это первая версия временных методических рекомендаций. И от применения противомалярийных препаратов уже отошли. Сейчас применяются лекарства, применяемые в ревматологии, которые останавливают иммунное воспаление. Я думаю, у многих они на слуху. Это Актемра, Илсира, Кевзара. Они как бы останавливают иммунный ответ, чтобы ваш иммунитет сильно не реагировал на возникающее воспаление. То есть, чтобы немножко приутих сам процесс. Они показали свою эффективность. И мы их используем достаточно широко у всех. Ага. Вот вы до этого еще говорили про дыхательную гимнастику. Она в этом случае достаточно полезна и помогает быстрее восстановиться, потому что многие после болезни тяжесть в груди ощущают. А вот что вы скажете по поводу таких упражнений, как надувать шарики или булькать в воду через трубочку? Насколько это эффективно? Надо ли этим заниматься? Я так понимаю, что это один из способов дыхательной гимнастики. Я думаю, что это, безусловно, только полезно. Как и упражнения физические путем махи руками, постукивания грудной клетки. Это имеет место быть. Почему нет? То есть можно этим тоже воспользоваться. Создается сопротивление, и это улучшает наши дыхательные мышцы, мускулатуру. Ага, у нас снова телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Алло. Да-да, говорите, мы вас слушаем. Вопрос, да? Да, конечно, сразу задавайте вопрос. Вот такое дело. Мы за 70 у нас возраст, да? И нам медицинский отбот давали, что у нас большие плоды. Антитела. Сейчас тоже измерились, тоже немаленькая цифра показывает. Как нам дальше быть? Мы об этом тоже говорили. Я рекомендую вам все-таки ревакцинироваться. Я так понимаю, антитела у вас сохранились после заболевания, либо после вакцинации предыдущей. Это субъективный показатель. Нет предельного уровня защитных антител. То есть мы не можем сказать, что у вас достаточно, вы можете отложить. Я рекомендую всем прийти вакцину. Мария Максимовна, а можно ли одновременно заболеть коронавирусом и гриппом? И как будет протекать болезнь в этом случае? Можно заразиться и другими инфекциями, и в том числе бактериальными. Потому что это абсолютно разные инфекции. То есть получается, я буду не чувствовать ни вкусов, ни запахов, у меня температура, насморк. Это вот все вместе, все может быть как симптоматика вот этих вот двух вирусов. Ага, это очень ужасно. Это называется микростинфекция. Может наслоиться и бактериальная инфекция, может быть и ангина присоединяться. Ой, это кошмар, конечно. А как минимизировать эти риски, чтобы одновременно не было таких вот заболеваний? Ну, опять же, вакцинироваться. Вакцинироваться и сохранять социальную дистанцию, носить маски. Стандартные единические мероприятия. А заметили ли вы за время работы у себя в отделе, что те люди, которые вакцинированы и вторично заболели COVID-19, легче переносят вот эту болезнь? Да, действительно. Вот в нашей медицинской организации полторы тысячи сотрудников, если округлить. И мы всех вакцинировали, потому что это базовое требование ко всем медицинским работникам. И бывают случаи заболевания после вакцинации. Но зачастую это проявляется как легкое недомогание или вот такое чувство першения в горле. Мы берем ПЦР, и он выходит положительным. То есть люди даже особо не замечают то, что они заболели. А вот нужно ли сочетать прививку от гриппа с другими прививками? Ну, в первую очередь речь идет о детях младшего возраста. У них же много вакцин по графику. Что приоритетнее в этом случае? Все инактивированные вакцины, кому грипп тоже относится к инактивированным вакцинам, можно сочетать с другими инактивированными вакцинами. То есть мы можем поставить в один день, допустим, АГДС и грипп. Но единственное требование – это чтобы их ставили, разумеется, разными иглами и шприцами и в разные участки тела. Детям обычно ставят бедренные мышцы. То есть грипп в правое бедро, АГДС в левое. А если говорить о взрослых, ну, прививки там уже другие немножко. Да, тоже можно одновременно ставить, да? Так, дорогие друзья, у нас есть небольшое время для вашего телефонного звонка. Воспользуйтесь этим моментом. Телефон студии 320066-32166. Вы можете задать вопрос по поводу COVID-19, по поводу вакцины против гриппа. У нас в студии, я напомню, врач-эпидемиолог Мария Васильева. Так, еще хотела один вопрос задать. Нужно ли делать замечания в автобусе, если человек едет без маски? Или нужно просто думать только о себе? Вот как вы считаете сами? Я считаю, что нужно. Потому что если все участники органичного пространства защищены, то риск распространения инфекции снижается вдвое. Так что носите маски, друзья, и ставьте вакцину против гриппа и против COVID-19. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. В эфире была Ларина Сукуева и программа «Якутск. Сегодня». Всего доброго.